Александр Литвинов. Полчаса до весны. Грязный ответ на красивый вопрос. Бесимся, бесимся, бесимся. Под новым месяцем, месяцем, месяцем. Чертовка мельница, мельница, мельница. Все так же вертится, вертится, вертится. Заглянувший в окно не отмолится, не открестится. Ты да я, гости небытия. В забытии теплоты, да под теплом пустоты. Утром рано воды из-под крана клинья. Приближение дня самой страшной беды. Вот и мы, под прицелом войны. Мы ни слова в ответ, вы ни слова взаймы. Огоньки сигарет, да в последний раз чай. В полчаса до весны уходящий трамвай. Вот такие замечательные строки написал Александр Литвинов. Был такой советский поэт, музыкант, рок-барт, известный как меня Дыркин. Для меня он, прежде всего, поэт, поскольку человек сперва сочиняет стих, потом, если владеет музыкальной грамотой, ложит это как-то на свою же музыку, становясь автоматически рок-бардом, и уже потом становится известным или неизвестным, кому как повезет. И вот такой случай случился, что 11 июня 1970 года, всего-то 49 лет назад, и родился Александр Михайлович Литвинов, более известный как Винни Дыркин, в поселке Должанский Луганской области. Отец Литвинова, директор школы, мать учитель математики. С 7 лет Александр писал стихи, с 12 рисовал и писал маслом картины, учился играть на гитаре, с 14 руководил школьным ВИА. Школу Александр окончил с золотой медалью и поступил в Рижское военно-политехническое училище. Но учиться там не стал, сразу же перевелся в Донецкий политех на геолого-разведочный факультет, но учеба прервалась с службой в армии. В 1991-м Александр Литвинов собирает коллектив, который называется «Давай-давай», и тогда же знакомится со своей будущей женой Полиной Пэм. Весной 1994-го Александр выступает на фестивале «Оскольская лира», где, шутки ради, заявляет, что он Веня Дыркин из Максютовки. И вот под этим псевдонимом он становится лауреатом. А с осенью этого же года Дыркин с Пэм переезжает в Свердловск, где Веня работает учительом физики в старших классах, и в том же году у них рождается Сын-Дениска. С 1996-го Веня Дыркин работает в Москве. Его обаяние, разносторонние таланты, искренность, харизматичность привлекают множество поклонников. В марте 1997-го он за три дня всего-то записывает целый альбом, все будет хорошо. В октябре того же года ему поставили диагноз «Лимфогрануломатоз», «Лимфограмотолонатоз». О, Господи! Вот такая вот болезнь, что даже ей прочесть-то. 21 августа 1999-го Веня скончался в городе Королёв в Московской области. Болезнь отразилась на творчестве Александра. Многие из позднее написанных песен являются как бы призывом «Не тратить время жизни зря». Успеть их можно больше. В память о Вене проводятся музыкальные фестивали Др-фест, Вестин свят лето и Венечкина радуга. Вот такое вот у нас сегодня событие, как день рождения советского поэта, музыканта, рок-барда Александра Литвинова. На этом, пожалуй, всё. Спасибо за внимание. До свидания.